Добрый вечер, меня зовут Рябкова Ольга Викторовна, я магистр исторических наук. Тема моего доклада это борьба сторон конфликта гражданской войны в Курганской области на примере архивных материалов, агитационных материалов. Данная тема была в контексте моей магистрской диссертации. Тема моей магистрской диссертации это агитационный материал периода гражданской войны архивных фонда ОЛГАКО. И сегодня мы с вами рассмотрим виды агитационных материалов с конкретными примерами. Рассмотрим кратко чехословацкий корпус и чехословацкий мятеж в агитационной литературе, которая представлена на примере Курганской области. Документы, которые вы сегодня увидите, это именно документы, которые хранятся только в нашем архиве Курганской области. Да, они есть и в других архивах, но они относятся именно к нашей территории, на которой мы с вами живем, и естественно в них описываются все события, которые в них описываются, эта территория нашей Курганской области. Кроме того, мы с вами рассмотрим периодическую печать, как исторический источник политической борьбы, рассмотрим публикации нормативных документов, как средства агитации и кратко рассмотрим отрестовки лозунги периода гражданской войны. И первое, что хотелось бы сказать, это кратко объяснить, все-таки что такое гражданская война? Гражданская война это крупномасштабное вооруженное столкновение между двумя противобойствующими силами. Чаще всего это либо какая-то группа лиц, либо реже нации. Действует гражданская война в контексте одного государства, и целью сторон, как правило, является захватывание в стране власти, либо в каком-то определенном регионе. Гражданская война в России разразилась как раз в начале 20 века. И она явилась итогом революционного кризиса, поразившего Россию в начале 20 века, с 905 по 907 год. Сам этот кризис был усугублен еще и участием России в Первой мировой войне. А также данный кризис привел к разрухе, как политической, так и материальной, хозяйственной. Кроме того, в результате данной войны Россия впала в глубочайший кризис именно социальный, политический. И вот это все политическое противостояние сил еще усугублялось тем, что на территории всей Российской империи находилось очень большое количество военнопленных, которые были не просто рядовыми солдатами, но это были и офицеры, это были профессиональные военные, которые, если в случае, если они могли поддержать какую-либо из сторон, либо красных, либо белых, то они могли быть очень крупной силой, которая могла серьезно повлиять на исход событий. Для того, чтобы нам понять, каким образом влияли те или иные политические силы на население страны и на тех же военнопленных, мы сегодня с вами рассмотрим как раз агитационные материалы. Агитационные материалы данного периода представлены, по большей части у нас представлены это листовки, брошюры, воззвания. Они являлись основным средством передачи информации данного периода, являлись самым эффективным средством. Ну, так как сейчас у нас есть телевидение, и радио, и интернет, то тогда человек элементарно мог это узнать только из печатной продукции. Кроме того, ориентированные по большей части данные листовки были именно на население малограмотное, потому что в России крестьяне были грамотные лишь только те, по большей части, кто служил в армии. А так как у нас была Первая мировая война, а обязательное образование получали именно в армии, то и нацелена она была на бывших солдат. Поэтому здесь вам представлена первая листовка. Товарищам крестьянам Красной Сибири, тут текст не видно, довольно мелкий. Если потом нужно будет, я могу в группу вам скинуть конкретно все материалы. И прежде чем перейти к раскрытию проблем агитационных материалов, нам нужно будет еще так кратко проблемы терминологии, потому что многие не поймут, вот есть конкретные различия между даже воззваниями, обращениями. Если воззвание — это речь к широким кругам населения, которое заключает в себе призыв к какому-то конкретному действию, именно на жгучий вопрос, то есть также еще и обращения. Если я вам покажу в дальнейшем, то обращение — это речь к широкой или конкретной группе лиц, направленная на передачу информации по конкретной проблеме. И либо, если это может быть политическая информация, либо какая-то административная информация. Одним из примеров таких воззваний является воззвание к сельскому населению Тобольской губернии. Здесь мы видим, что это воззвание, но здесь уже четко ограничено у нас, что тут есть обращение к сельским гражданам. В данной листовке не видно, но данная листовка, это воззвание, она повествует о том, что в Тобольской губернии завородилось земство. И если земства не будут способствовать его укреплению, то ни один административный вопрос, но это я сокращаю, естественно, ни один административный вопрос будет решить довольно сложно. Грубо говоря, мы привыкли к тому, что агитация, это всегда направлено на политические, на какие-то действия, очернение политического противника. Нет, здесь есть и агитация, которая направлена на решение каких-то сугубо бытовых вопросов, но тоже агитирует пользу одной или другой стороны. Другой пример. Приказ войскам, особенность заключается в том, что здесь мы можем увидеть, вот особенность приказ мы видим, да, к войскам. Мы привыкли подразумевать, что приказ это обычно, ну, официальная сухая информация, в ней обычно никогда не видим с вами никаких-то лозунгов, призывов, но мы здесь можем увидеть вот эту публикацию приказа. Это публикация приказа, то, как видели люди ее тогда. Например, к врагам сибирского временного правительства мы будем беспощадны. Это приказ войскам для того, чтобы они вступали в добровольческую армию. Здесь сразу видно агрессивное отношение именно к политическому противнику. Ко всему населению это обращение. Здесь рассказывается о том, что после 8 месяцев гнета Россия наконец-то была вырвана из лап красногвардейцев, и белые решили установить все-таки легитимную власть на территории Сибири. И пример другой, что мы с вами можем увидеть, это что вами сделано. Это листовка, это петроградская листовка. На территорию Кургана приезжал бронепоезд, это гид поезда, такие знаменитые, может быть, кто-то слышал. И оттуда проводились митинги, раздавались листовки. Вот эта листовка хранится у нас в архиве, но именно у нее особенность заключается в том, что она была распространена не только на территории Кургана, не только на территории Курганской области. Здесь мы можем увидеть стихотворное сложение какое-то. Например, если мы начнем читать, то там «рабочий стоит, два слова, товарищ, что-либо ты сделал для того, чтобы помочь рабочим центрам в их борьбе против денекинских генералов». Таким образом, она очень хорошо литературно обработана. И интересно, если читать, то можно действительно завозиться духом революции. Еще одним политическим способом для того, чтобы как-то привлекать внимание к себе, является периодическая печать. Периодическая печать — это вид исторических источников, которые представлены долговременными изданиями. И обычно периодическая печать делится на газеты, журналы, либо повременные издания. Вот пример одной из первых газет. «Сибирский вестник» — довольно плохая фотография, потому что качество — это даже не настоящая газета, это ксерокопия по одной простой причине, потому что в архиве очень тонкая бумага, и она сыпется, когда ее просто достают каждый раз. Она подвержена, очень сильно подвержена влиянию солнца, поэтому приходится... Есть специальные ксероксы, которые копируют, и чтобы сохранить именно оригинал, на руки выдают в читальном зале именно вот такие типы. То есть все газеты, которые мы можем увидеть, если листовки мы можем увидеть, там более толстая бумага, ее дают, вы видите, оригиналы, то газеты вот в таком виде, и то они очень плохо сохранились. Таким образом, мы с вами рассмотрели основные виды гидритационной литературы, которые использовались на территории Курганской области. Это по большей части у нас периодическая печать, воззвание, обращение, брошюры и нормативно-правовые документы. По нормативно-правовым документам будет дальше. Я объясню, почему это именно считается агитационными материалами. Ну а начнем мы сейчас с Чехословакского переворота. Гражданская война в Заурале началась на рассвете 2 июня 1918 года, когда чехословаки совместно с белогвардейцами отошли от станции и двинулись к центру города. Данное событие сразу же, мгновенно отразилось в воззваниях, обращениях, документах различных исторических. И они являются, как бы, примером агитационной литературы. Давайте посмотрим, как это отразилось. Вот, например, граждане. В ночь на 1-е, 2-е июня в Кургане прошел третий, и, надеемся, последний переворот. Большевистская власть пала. Свергнута она была нашими братьями по крови, по духу, культуре, братьями-чехословаками. Мы можем сразу увидеть позыв, как относятся к чехословакам, которые были военными, эшелоны которых растянулись по всей территории, по всей железнодорожной ветке Сибири. Причиной чехословакского мятежа стала агитация внутри войск. Это агитация против советской власти. Мы тоже можем это увидеть. Это отразилось также в агитации. Офицеры вели в частях антисоветскую агитацию. Факт отразился в официальной документации и в материалах агитационного характера. Грубо говоря, чехословаки надеялись, что они вернутся домой. Их, по принципу, должны были вернуть во Владивосток. Самый короткий был путь по транссибирской магистрали. Но большевики не хотели пропускать чехословаков вооруженными. С одной стороны, это правильное решение было со стороны власти, потому что это были вооруженные солдаты и офицеры. Но при этом среди чехословаков прошел слух, что их отправят не во Владивосток, а их вернут обратно в Германию. Они, грубо говоря, надеялись, что их вернут на родину после этого. И они будут сражаться уже за просоединение полностью со своей родиной и за независимость родины, а не попадать в лапы, грубо говоря, своих врагов. После чехословатского мятежа в Южном Заурале к власти приходит белое движение. И сразу же после того, как произошел чехословатский мятеж, очень много появилось листовок с названием, которое прощается к гражданам и просит, либо требует, взывает к записи в мобилизацию. Здесь особенность материалов, которые я рассматривала в своей диссертации, заключается в том, что по данным документам мы можем узнать не только отношение к службе, не только как воздействовали на человека, но мы можем даже узнать, грубо говоря, даже время, когда можно обратиться, если вы увидите, где можно условия службы узнать. Это в город Курган, улица Береговая, дом Дерягина, 33, добровольческий отряд штабс-капитана Годзяского, ежедневно с 9 часов утра до 2 часов дня. И в специально командированным властям и селам, а также в властных управлениях. Вот внизу вы видите ГАКО, ФР, 852, опись, Д1. Это все, это из каких документов взяты. Характерно так записывается обычно, опись и дел. Дальше следующее. Здесь мы можем вот как раз посмотреть и саммиты листовки. Например, кому обращались граждане Георгиевские кавалеры. Здесь мы сразу можем определить с вами, кому обращаются в первую очередь и на каких условиях. Мы можем увидеть вот там вот ниже, здесь вот написано условия службы. Срок службы составляет 6 месяцев. Жалование добровольцам и рядовому бойцу 6 рублей в месяц. Взводному 90 рублей в месяц. Фидельбею 120 рублей в месяц. Здесь мы видим тот же самый приказ о формировании школы. Приказ номер 50 командующего западной армии. Особенно заключается в том, что здесь есть та же агитация, где человека нацеливают идти в добровольческую армию. Если ты мобилизуемый, так приходи же охотно, защищай свою родину. Но внизу под приказом мы можем, кстати, вот здесь мелким шарифтом указано еще, и какие будут последствия, если человек все-таки не отреагирует на данный приказ. Судом, военно-полевым судом он скорее всего будет наказан. Это можно будет все посмотреть. Таким образом, основная идея белой агитации – это все-таки запись в добровольческую армию и установление власти временного сибирского правительства. А основная идея красной агитации – это поддержка рабочих Петрограда и уничтожение как таковой власти белых на территории Сибири. При установлении власти белых на Урале, Урал возвращался к дооктябрьским демократическим завоеваниям, и основной целью было создание сибирского временного правительства. Мы обычно привыкли к популярной литературе видеть о том, что, грубо говоря, красные – это за то, чтобы советуют, а белые по большей части выют за то, чтобы, грубо говоря, самодержавие восстановить. Ни те, ни другие не собирались самодержавие восстанавливать. Здесь четко указывается, что собираются создать временное сибирское правительство для того, чтобы потом уже учредить временное российское правительство. Они об этом говорят, о том, что все российское учредительное собрание. И если мы с вами будем рассматривать агитацию красных, мы там тоже увидим, что они четко прописывают о том, что это будет советская власть, что они, если белых называют, именно считают, что они ведут тоталитарный режим, то белые говорят о том, что они будут все-таки демократический режим устанавливать на территории всей Сибири и России. Примерами таких воззваний является как раз вся власть учредительному собранию. И здесь тоже мелко здесь не видно, это воззвание граждан. Оно тоже посвящено как раз, оно разбито на несколько частей. И если бы видно было, мы бы могли посмотреть о том, что именно вначале рассказывается о России, потом условия службы и какая основная цель вот этой войны для белогвардейцев. Сейчас мы с вами о периодической печати, немного поговорим. О периодической печати типографии в конце мая 1918 года произошла денационализация типографии и был отменен декрет советской власти о восстановлении демократических свобод. Закон временного правительства о печати. Когда Советы проразгласили этот закон, то вводилась цензура, то сейчас цензурой были запрещены какие-либо другие газеты, кроме рабочих. Этот закон снова отменяет цензуру и вводит разрешение на возможность печати других, грубо говоря, организаций. И таким образом, летом-осенью 1918 года в Сибири насчитывалось 38 местных изданий, что в относительном выражении составило 30% всех сибирских газет того времени. 30% только на территории Сибири, с учетом того, что к нам-то еще поступали и из других регионов газеты. Газеты выходили в 26 административных центрах. У нас на территории Кургана находилась местная периодическая печать, появилась в начале 20 века. И первой газетой стал Курганский вестник. До августа 1917 года в Кургане существовало две типографии. Обе типографии спонсировались Курганским союзом сибирских маслодельных артелей. Издавались такие газеты, как «Народная», «Из 200 совета рабочих депутатов», «Крестьянский союз». После того, как пришли красные на территорию Курганской области, были запрещены, грубо говоря, печать любых газет нерабочего толка. А после того, когда пришли белые, то типографии существовать продолжали, но их уже использовали по большей части только для собственных нужд. У нас также печатались такая довольно интересная газета, ее здесь нет. Это доброе слово, она духовная была. Ну и давайте рассмотрим газеты немного как агитационный материал. В первую очередь, особенность заключается в чем? В газете мы можем узнать не только отношение человека к данной информации, но и мы можем взглянуть через газету, мы можем взглянуть, как современник воспринял бы ту или иную информацию. Почему? Потому что в первую очередь любой выпуск газет, это, наверное, не надо многим объяснять, формируется как, с одной стороны, это заказ, с другой стороны, что будет ждать читатель. И первое, что ждет читатель, это свежие, надежные сведения. Для историка это в первую очередь помогает в том, что мы можем рассмотреть различные темы, начиная от бытовых каких-то проблем, специфику регионов, края на разных уровнях, можем рассмотреть и политические, и политические, и бытовые какие-то проблемы. С точки зрения рядового обывателя это очень интересно. После Чехословатского мятежа очень много появилось статей, в которых публиковалась как раз информация о Чехословатском мятеже. Довольно интересным является вот в общественной литературной газете «Социалистическая народная власть», выпуск 59, от 23 августа. Пришло письмо в редакцию от бабушки Бережковой, оно так и называется, от бабушки Бережковой, к внукам, к моим чехословакам, которое было опубликовано в газете. И письмо начинается так. «Войны храбрые, граждане честные, Други наши чехословаки, Читала я о вас, слышала о вас и уже тогда любила. Теперь, когда увидела глазами своими ваши порядки, вашу жизнь, полную самоотверженность, А не ради временных благ, не ради суетливой надежды Идете вы умирать в молодых годах, Не видав даже радости всей жизни». Данный отрывок письма в редакцию является довольно ярким примером того, как стремились создать этот образ положительного чехословатского корпуса, что они являются действительно друзьями. Также на страницах газет мы могли встретить не только рекламу «Нойс», но и агитацию в виде воззваний. Вот воззвания, которые мы до этого посмотрели, очень часто публиковались, в этом заключается особенность. Для меня, как для историк, эта особенность очень полезна, потому что газеты являются одновременно и средством передачи информации, и способом хранения этой информации. Таким образом, делая вывод, мы можем сказать, что информативное значение периодических документов и разновидности агитационных материалов велико, благодаря тому, что периодические документы включают в себя обширный спектр различных агитационных материалов и одновременно являются источником информации. Благодаря периодике мы можем узнать о событиях в фронологическом порядке, выявить мнения, которые царили в обществе, выявить, какие способы агитации населения использовались, способы мотивации. Во многих газетах очень часто описывали сцены кровавого террора, либо красных, либо белых. Увидеть, в какой форме публиковались нормативные постановления органов власти. Ну и многое другое. Увидеть можем и лозунги, призывы, публикации нормативных документов, как средства агитации. Многие нормативные документы также являются агитационными по одной простой причине. Когда законодательство вступает в силу, оно может вступить в силу только после публикации в периодической печати. Следовательно, не архивные документы, которые мы с вами поднимаем, являются действительно тем законодательством, которое было, которое мы можем узнать, а именно те, которые публикованы. Потому что, как воспринимал данную публикацию читатель, очень интересно и очень важно. В какой форме данная информация преподносилась, в принципе, в такой форме она и реализовывалась. Примером является публикация приказа Верховного Главнокомандующего номер 8 3 октября 1918 года. В Сибирском вестнике это написано. Грубо говоря, я не буду вест зачитывать, потому что это довольно долго будет. Первое, это обращение к офицерам о том, что они должны идти на службу повышения квалификации и снова вернуться в армию. В какой форме это? Офицеры, я призываю вас к дружной, самоотверженной, напряженной работе. Верховного Главнокомандующего я требую во имя спасения России сплотиться в одну дружную семью. Ну, наверное, дальше читать не надо. Мало, наверное, кто представляет, чтобы он пришел на работу. Ему пришел листочек, к примеру, нужно повысить квалификацию. Вот в такой форме. Интерес заключается в этом. И приказ по гарнизону Кургана. Здесь описывается в труд и земля. Здесь как раз отношения. В 2018-2019 году начали ходить слухи о том, что красные и белые перешли к перемирию. Должно скоро перемирие зайти. И вот здесь как раз является пример того, что как раз Главнокомандующий говорит о том, что с шайками воров не будет никаких перемирий. И ни он родную страну не продаст, которые грабят народное имущество. И никогда на перемирие не пойдет. Лозунги. Мы привыкли слышать довольно часто политические лозунги. Они являются неотъемлемой частью периодической печати. И самый популярный лозунг среди красных это был естественно пролетарий всех стран объединяйтесь. А среди белых были чаще всего спасти Россию, спасти даже не самодержавие, а именно Россию. И здесь мы можем увидеть вот такие интересные лозунги. Это листовки, на которых нет никакой информации, вообще никакой. Это просто сбор всех лозунгов, какие есть. Лозунгов и призывов. Это неужели ты еще не пошел добровольцем, интеллигенция вперед, а как вы идете. Это довольно интересно рассматривать, если просто качество очень плохое, фотографии. Здесь технический вариант один. Примером также до этого я вам уже показала, что сделано с вами, что делано с вами. И товарищи крестьяне Красной Сибири. Здесь тоже можно увидеть различные лозунги. За свободу, за рабочих Петроградов, не пожалейте своих сил и средств труда. На это были нацелены. Здесь еще небольшие отрывки, но их еще совсем не видно будет. То есть о сибирском правительстве. И все. У нас таким образом документы являются источниками информации о том, как отражали, преподносили информацию в действительности те или иные политические силы с широким массом. Ну, учитесь призму своего мнения. Большое спасибо за внимание. Прошу ваши вопросы. Спасибо. 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 Продолжение следует...